Всем привет! Добро пожаловать снова на мой канал! Поздравляю всех с началом новой недели! Я надеюсь, что эта неделя нам всем принесет только хорошие новости, в которых мы так с вами все нуждаемся. Ну и конечно она будет легкой, насколько это возможно, продуктивной и полезной. Я надеюсь, что вы по мне скучали, по крайней мере я по вам точно скучал. Вот я снова вернулся, а значит нас ждет впереди много интересных новостей. Я очень на это надеюсь. Выходной у меня, как обычно, пролетел незаметно, я его даже не понял. Пол дня я проспал, потом собрался идти гулять, но тут такая погода была. Вчера, знаете ли, дождь, вообще обещали град, ну грады я так и не увидел, но был дождь, пасмурно. В общем, такая погода была, я не особо куда-то хотелось идти. Максимум, что я сделал, это сходил в кино. Вы не поверите, я впервые за полгода сходил в кинотеатр. Для меня это было как что-то новое, как будто заново. Но самое удивительное в этом было то, что я пришел в кинотеатр, покупал билет и никого больше в зале не было. Правда, потом еще пришло два человека, вот, собственно, можете увидеть это видео, называется... Я это видео назвал, знаете, как «Интроверты пришли в кино». Я еще там где-то впереди сидели два парня. Зато было приятно, комфортно, никто не жевал, не чевякал, не открывал никакие бутылки. И было хорошо, с одной стороны, с другой стороны, понимая, что, конечно же, все эти события, увы, и так происходят. Происходит, но я сходил на фильм, который хотел посмотреть, я об этом мечтал. Вот такая странная мечта у меня была, но она сбылась. И я этому очень-очень рад. Посмотрел я Тора, я доволен. Я не знаю, кто видел, не видел этот фильм, делитесь своими комментариями. Я в восторге, по крайней мере, мне все понравилось. Значит, выходной удался. А когда я возвращался обратно, я проходил мимо детского магазина, и там вот витрина, где стоят детские игрушки разные. А вы знаете, что детей там опасно водить, потому как они как только увидят, все, они сразу туда тащат своих родителей, обязательно нужно что-то купить, истерика и так далее. Но обычно, знаете, как родителям ничего не остается, как зайти в магазин и все-таки что-то купить своим ребенку. Но тут одно было маленькое «но». Ребенок закатил истерику, а магазин-то уже закрыт. И вот родители стояли и пытались объяснить своему маленькому ребенку, что мы не можем, потому что закрыт. А ребенок категорически отказывался уходить. Вот прям, говорит, не купите, я никуда не уйду. Вот такие вот. Детки, конечно, веселят они меня вообще. А еще во дворе потом вчера немножко посидел, как обычно там. Детки гуляли, в общем, со своими родителями. Ну и там была, так я понял, старшая сестра со своим маленьким братом. Ну брату, наверное, годика два с половиной, три, может быть. Он еще так с трудом разговаривает, но такой уже активный бегает. И сестренке, наверное, лет 15 она бегала тоже за ним, везде только успевала. В общем, она за ним, он от нее. И еще с ними был дедушка, я так понял. Она говорит этому дедушке, я чувствую, он меня не любит. Она говорит, ну с чего ты взяла? Но я его пытаюсь как-то завалечь, поиграть, а он меня игнорирует. Я чувствую эту нелюбовь с его стороны. Боже, я упал, конечно. Ну он просто маленький ребенок, ему все интересно, он только что-то увидел, тут же бежит. В общем, дети это чудо, конечно. Они заряжают, знаете, такой хорошей энергетикой. Когда находишься среди детей, как-то, не знаю, забываешь обо всем на свете. Потому что они вот своим криком, какой-то беззаботной жизнью отвлекают от всего. И ты реально думаешь, что все классно, все замечательно. Вот такой вот был у меня выходной. Поэтому особо ничего вам больше рассказать-то не могу. Потому как полдня провалялся, сходил в кино. Да и так вот по дороге столкнулся с детьми и больше ничего не происходило. Но самое главное, что я выспался. Я полон сил и готов творить и создавать. Самое главное, чтобы были новости, о которых можно будет рассказывать. Потому что, признаюсь честно, в последнее время, ну вообще, вот начинаю что-то собирать, какой-то материал. И не понимаю вообще, что мне делать, что рассказывать. И новости какая-то жуть, их просто нет. Ну из разряда, там, кто-то показал купальник, кто-то подстригся, кто-то вышел в платье. Я такой сижу и думаю, вот это вот новости шоу-бизнеса. О чем рассказывать? Ну сами понимаете, сейчас такое время, особо ничего не происходит. Плюс сейчас июль месяц, такой, мне кажется, самый активный по отпускам. Многие люди сейчас отдыхают, поэтому мало что происходит. Но все равно стараюсь, что называется, кашу из топора сделать. Так и я для вас ролик из ничего, чтобы это было максимально интересно. И вам было, что посмотреть, кому-то заснуть, кому-то просто отдохнуть. И отвлечься от всего, что происходит сейчас вокруг нас. Надеюсь, у меня это получается. Я стараюсь, честно, но признаюсь, что это с каждым днем все сложнее и сложнее. Поэтому ваша поддержка очень важна для меня. Потому как, знаете, когда ты стараешься и вкладываешь в свою душу, а потом смотришь на просмотры в 30 тысяч, такой сидишь и думаешь, ну и как так получается? Я тут стараюсь, стараюсь, а люди даже не смотрят. Ну, друзья, так не надо. Я понимаю, что вы заняты, у вас у всех свои проблемы, семьи, дела. Я все понимаю. Но вы приходите, потому что я стараюсь всегда для вас что-то сделать интересное. Очень, очень. Я думаю, что вы чувствуете, как я вкладываю в душу в каждый ролик свой. Поэтому не забывайте также еще включать VPN, смотреть рекламы. Если у вас вдруг нет рекламы с первого раза, бывает, что она там со второго раза или с третьего запускается. К сожалению, я на это никак не могу повлиять. Так работает YouTube, алгоритмы его странно. Я ничего с этим не могу поделать. У меня тоже бывает, что я включаю ролик, у меня нет рекламы. Второй раз включаю его заново на просмотр и появляются рекламы. А бывает и с третьего раза. Поэтому пробуйте. Знаете, если вы посмотрели первый раз ролик без рекламы, потом просто, если вам несложно, включите. Возможно, со второго, с третьего раза он обязательно сработает. В общем, как обычно, тут я наболтал. Кто-то там уже рвет на себе волосы. Но для тех, кто рвет на себе волосы, я напоминаю, что здесь есть тайм-коды, которые я для вас тоже ставлю. Поэтому не надрывайте себя так. Пересадка волос стоит очень дорого. Просто пользуйтесь тайм-кодами. Всем желаю всего самого наилучшего, прекрасной недели, чтобы все было замечательно, мирного неба над головой, приятного всем просмотра. Ну а теперь погнали по новостям. Соучредитель компании Google Сергей Брин подал на развод после того, как узнал, что его жена ему изменила знаете с кем? С Илоном Маском. Об этом пишет издание The Wall Street со ссылкой на людей, знакомых с этой пикантной ситуацией. Рассказывает, что два бизнесмена были близкими друзьями. Особенно Брин поддерживал Тесла во время экономического кризиса в 2008 году. Издание утверждает, что роман Маска с супругой Сергея Брина случился в декабре прошлого года. Через несколько недель о нем узнал сам Сергей. И он, естественно, сразу подал документы на развод в январе, сославшись на непримиримые разногласия. Первый брак Сергея Брина распался из-за романа с сотрудницей Google. Вот такая вот история, понимаете. В первом романе он изменил, во втором романе ему изменили. Не знаю, что это карма, судьба. Но вообще заметили, что Илон Маск такой, его папа очень плодовитый, люди похотливые, прям со всеми они гуляют, и детей там куча у них рождается. Комментируйте, а мы двигаемся дальше. Программу Одесского кинофестиваля будут все-таки показывать за границей. Сами понимаете, почему программу Одесского кинофестиваля будут транслировать на кинофестивалях Норвегии, Канады, Чехии, Косово и Польши. Об этом сообщили в Одесском городском совете. С 26 по 31 июля специальные показы украинских фильмов пройдут на кинофестивале Косово. В программу войдут полнометражные и короткометражные фильмы украинских режиссеров-дебютантов, представленных в конкурсную программу 8-го Одесского международного кинофестиваля. Ольга Полякова впервые прокомментировала мовный скандал, в который попала она вместе с Машей Ефросининой. Помните, я вам рассказывал о том, как Полякова и Ефросинина в своем авторском шоу на ютюбе заявили, что не могут вести свое шоу на украинском языке пока что, поскольку в программе зрители привыкли к ним как неподбирающие слова, и между ними происходит своя химия, поэтому им легче записывать все на русском языке. Ну и после чего было много хейтовых адрес от подписчиков и публичных людей, кто там только по ним не прошелся. Ну и Оля дала свой комментарий насчет всей этой истории. Цитирую. Последний хейт – это языковой вопрос. Понимаете, что в стране, где идет война, и в которой люди продолжают говорить и на украинском, и на русском? Да, мы все переходим на украинский. Вы же видите, даже те, кто никогда до этого не говорил по-украински, говорит. Но раскалывать общество внутри – многоточие. Надо подумать, кому это нужно. Это на руку нашим врагам. Когда происходит такое в твоей стране, нужно объединяться, а не устраивать склоки, хейт и людей доводить до безумия. Согласны вы с Ольгой Поляковой или нет? Я хочу выслушать ваше мнение, а мы двигаемся дальше. Глава студии Marvel Кевин Файги официально анонсировал четвертого Капитана Америку с Энтони Маки в роли нового Капитана Сэма Уилсона. Капитан Америка 4 получил название Капитан Америка – новый мировой порядок. А дата выхода назначена на 3 мая 2024 года. Ну что ж, с нетерпением ждем. Ну в общем, новые тренды не обходят и Марвел. Новый Капитан Америка теперь будет темнокожий парень. Я не знаю, как там все сразу быстро привыкнут к этому или нет. Я не расист. Я хочу напомнить об этом. Я не расист. Но мне кажется, это уже немножко безумие. Как-то Крис Эванс и новый актер немножко не сочетаются, как по мне. Ну да ладно, посмотрим, что из этого получится. Может быть, все будет супер. В отношении семьи Бекхэмов появились интересные новости. Пишут, что в отношении к семье Бекхэмов и новоиспеченной жены их старшего сына Бруклина Николы Пельц намечена подозрительная напряженность. Звезды сами якобы выдали в социальных сетях. После свадьбы взаимодействие в интернете между Николой и родителями Бруклина стало минимальным. Об этом сообщает издание Daily Mail. Анализ их аккаунтов показал, что ранее обе стороны активно ставили друг другу лайки и даже оставляли комментарии. А теперь словно не хотят лишний раз выразить свою симпатию друг другу. Дэвид и Виктория Бекхэм, например, проигнорировали свадебные фотографии и звук, опубликованные супругом их сына в социальных сетях. Ну а молодая пара, в свою очередь, никак не отреагировала на должность в честь годовщины свадьбы родителей Бруклина. Но, однако, источник, близкий к семье, не подтвердил эту информацию, вот что он говорит. Люди постоянно строят предположения об отношениях в семье. Нас это не волнует, потому что это просто глупо. Надеюсь, что это действительно так. Ну, в общем, все они отдыхают. Там, кстати, в последнее время Виктория и Дэвид Бекхэм столько видео веселых выкладывают. Вот смотришь на них и понимаешь, что действительно бывает так, когда раз и навсегда выбираешь человека на всю жизнь. По крайней мере, эта пара нам это каждый раз все демонстрирует. Ну, мне, по крайней мере, не знаю, как вам. Эмина Галаров объявил воссоединение с бывшей супругой Аленой Гавриловой. И вот что он заявил. Это правда. Мы снова вместе в одну реку можно войти сколько угодно раз. Уже больше года мы вместе. Втайне ничего не держали. Просто нас особо никто не спрашивал. Так что уже официально Эмина Галаров и Алена Гаврилова снова вместе. Он вернулся к ней. Так бывает. Я лично знаю из своей жизни, что такое действительно происходит. Редко, но происходит. Кстати, как вы относитесь к тому, что вот можно ли дважды, трижды войти в одну реку? Я, конечно, не совсем с этим согласен. Но знаю, что на личном примере, который я наблюдал, что такое очень-очень редко, но бывает действительно по-настоящему. Наташу Королеву раскритиковал жестко стилист, ну точнее ее образ, в котором она недавно появилась. Для мероприятия, на котором она недавно побывала, она выбрала не самый удачный наряд. Кричащий брючный костюм кислотно-желтого цвета, а на ноги она надела черные босоножки с цепями. Не оценили новый модный лук Наташи Королевой не только собравшиеся гости фестиваля, но и эксперты. Некий стилист Аполлон признался, что Наташа Королева застряла в прошлом. Устаревшие образы буквально, по его мнению, ее позорят. И вот что он говорит. Образ Наташи Королевой оставляет желать лучшего. Кислотный цвет, который уже не в моде. Босоножки с массивными цепями. Ощущение, что фотография была сделана лет пять назад. По словам стилиста Наташи Королева, дода-мода, которая совсем не разбирается в одежде, и у нее нет чувства стиля. Вот такие вот оценки от профессиональных стилистов. Это не мои, я не стилист, вы знаете. Комментируйте, как вам образ Наташи Королевой, а мы двигаемся дальше. Сергей Соседов не скрывает, что его очень максимально сильно задели слова Сергея Пенкина по поводу внешности. Соседов убежден, что он выглядит вполне достойно. Помните, да, было интервью Алены Блин, где они так непонятно высмеяли внешний вид Сергея Соседова. Я тоже не совсем понял, зачем это было сделано, но да ладно. В общем, Сергей Соседов уже коротко комментировал, вот он снова дал более такой развернутый ответ. Цитирую. Я не понял, что значит выглядеть достойно. Я недостойно выгляжу, что ли? Здесь что-то недоговорено. Надо расшифровать его ответ. Я должен выглядеть хорошо, а что значит нехорошо? Это разговор ни о чем. Здесь какие-то непонятки. Может, он имел что-то в виду другое? Я худой, подтянутый, простите. Мои годы, весит 66 килограммов при росте в 186 сантиметров. Извините, это многим на зависть. По мнению Сергея Соседова, выглядеть недостойно означает выглядеть плохо. Но понять, что имел в виду Сергей Пенкин, очень сложно. Также соседов считают, что достойно это растяжимое понятие. И покомментировать слова Пенкина просто глупо, не расшифровав его текст полностью. Комментировать просто глупо, он говорит, но при этом комментирует. Комментируйте, друзья. Сергей Пенкин, Сергей Соседов, конечно, повеселили. Актриса Ольга Сумская раскритиковала бывшую свою подругу Таисию Павали за то, что та осталась в России и никак не высказалась. Ольга Сумская уже долгое время не разговаривает со своей бывшей подружкой Павали, которая много лет живет в Москве, как вы знаете. Она не только продолжает гастролировать по России, не так давно она побывала в Белоруссии на фестивале «Славянский базар», где сделала сенсационное заявление, что это ее родина. Наверное, многие украинцы удивились этому. Это очень не понравилось и Ольге Сумской. Она дала свой комментарий. Очень больно. Как-то не верится, что все это происходит с Таисией. Вспалила мосты, вероятно. Есть какая-то грань, и она перешла эту грань. Вот такая вот цитата в адрес бывшей подружки Таисии Павали от Ольги Сумской. А Михаил Шахназаров продолжает поливать грязью Максима Галкина. Все никак он не может успокоиться и забыть его и отпустить. И так давно, как обычно, Максим Галкин выложил новое видео у себя в Инстаграме. Это не понравилось Михаилу Шахназарову. Он решил, как всегда, прокомментировать. Что я услышал в последнем видео? Меня выкинули, но я вернусь. Читается между строк. Максим очень изменился. Раньше был таким надменным, вальяжным. А сейчас мельтешит и суетится в кадре. У меня нет слов, но я жду ваши комментарии. Неугомонный Андрей Разин никак не может успокоиться. И дальше продолжает делать какие-то громкие заявления о кончине Юрия Шатунова. Ну что за человек? И теперь я вообще уже задаюсь вопросом. А человек ли он? Почему нельзя уже просто успокоиться? Ну, собственно, вот что он выдал на этот раз. Считаю, что это было преднамеренное убийство. Они заставили Юру работать в такой огромный график. Еще полгода назад я говорил, что он не выдержит. Он умрет. Потому что у него куча болячек, помимо гайморита. Легких, ренесенной, модной болезни. Что он с шести лет курит. Что у него порог сердца. Из-за чего его в армию не взяли. Я сказал, что он не выдержит. Юра умрет, вы просто его убьете. И они его добили. Я считаю, что это убийство человека просто. Вот такое вот заявление очередное от Андрея Разина. Также он заявил, что Юрий Шатунов постоянно принимал таблетки. А врачи, видя его состояние здоровья, не рекомендовали так много работать. Врач говорил, что он не имеет права вообще на сцену выходить. Он не может работать больше 30 минут. Но Кудряшов заставлял его работать на сцене одного. Он все время один на сцене под софитами. Под такими нагрузками. Два часа он один вел концерт. Даже я даю концерты 45 минут. Остальное мои солисты работают, чтобы меня подстраховать. Андрей Разин дает концерты? Я что-то пропустил в этой жизни. Комментируйте, друзья. А мы двигаемся дальше. Ольга Бузова сделала скандальное заявление на выходных. О своих сексуальных предпочтениях. Она рассказала обо всеуслышании на фестивале, что любит большие пенисы. Такая раскованность понравилась далеко не всем. И эту всю ситуацию решила прокомментировать знаете кто? Яна Поплавская. И вот ее цитата. Большой пенис Ольги Бузовой. Мне сложно представить, как и в каком состоянии здравого рассудка можно было пригласить это вам хат. Хат, слава богу, спасен от этой одаренной в кавычках женщины. Но культуру Ольга Бузова по-прежнему продолжает нести в массы. Говно не тонет. Оно всегда на плаву. Вот такие вот слова получила Ольга Бузова от Яны Поплавской после своего заявления о любви к большим пенисам. Простите, что я так часто это повторяю. Яну Поплавскую поддержали многие. Начали ей там писать, что позорище. Взрослая женщина, но разума нет. Люди не хотят это видеть и слышать. В общем, Ольга Бузова, как всегда, гребла волну хейта. Мне кажется иногда, что мысли Ольги Бузовой где-то далеко отстают, а язык ее как-то впереди нее бежит. И поэтому так все получается. Возможно, она не совсем это хотела сказать. Или, может быть, ей в какой-то момент, в тот момент показалось, что это будет весело и смешно. Но получилось, как получилось. Комментируйте, а мы двигаемся дальше. Анна Нетребко иронизирует над попытками ее отменить. Перед ее в концертом в немецком городе 30 человек вышли с акции протеста. Но Анну Нетребко ничто не остановится. Она выложила у себя на странице пост, в котором написала следующие слова. Ответ на протесты. А кто сказал, что будет все гладко? Не будет. Концерт, конечно, был. Протестующих у стен замка было 30. А зрителей в полном зале 3000. Сравняйте счет. А пока я забью гол в другом месте. Спасибо за то, что приняли. Вот такая вот Анна Нетребко, которая не сдается и дальше продолжает гастролировать, несмотря на то, что есть недовольные и хотят ее отменить. Но пока что у них этого не получается. Я уже говорил ранее, еще раз повторю, что Борис Моисеев теперь уже точно хочет поведаться с Аллой Борисовной и Лаймой Вайкули. Он намерен направиться все-таки в ближайшее время в Латвию, в Юрмалу и увидится со своими подругами. И вот что он говорит. Апартаменты в Юрмале записаны на меня, а в июле собираюсь туда поехать, увидеться и с Аллой Борисовной и с Лаймой. Но только на месяц. О переезде речи не идет. То есть он сразу подчеркнул, что он едет в Юрмалу только повидаться со своими подругами и немножко подышать морским воздухом, сменить обстановку, чтобы потом не писали все СМИ о том, что он тоже сбежал. Значит, появилась такая информация о том, что якобы Игорь Николаев не просто так избегает встречи с Наташей Королевой. Оказывается, Наташа Королева просто щадит чувства бывшего супруга. Она уверена, что давно женатый на другой Игорь Николаев до сих пор не может ее забыть. Именно это и стало причиной того, что некогда яркий дуэт больше не выходит на одну сцену. И вот что она рассказала в недавнешнем интервью. Для Игоря наше сотрудничество пока еще сложный вопрос. Я вижу, что его рана не зажила. Кровоточит. Вот так вот подытожила Наташа Королева. Она больше чем уверена, что Игорь Николаев до сих пор еще любит ее и никак не может от этого отойти. Я не знаю, правда это или Наташа Королева выдает. Желаемая за действительность, комментируйте. Давайте пообсуждаем, поанализируем и выскажем свое мнение. Буквально недавно я рассказывал, что отец Жанны Фриске и Дмитрий Шепелев пришли к мировому соглашению. Однако Владимир до сих пор не может простить Дмитрию Шепелеву растрату денег, предназначенных Платоном. Владимир Фриске уверен, что Дмитрий Шепелев держит мальчика при себе только ради имущества. И вот он, что выкатил на этот раз. Шепелев недавно купил себе новую машину и содержит свою семью на эти деньги. Мы только что забрали у него квартиру, которую он хотел продать. Мы ее не сдаем, не продаем. Раз в неделю ходим и убираем. Она тоже достанется Платону. Сейчас хотим разобраться с деньгами, которые исчезли со счета. За платошку он цепляется, потому что Жанна оставила хорошее преданное. А теперь ни работы, ничего. Ходит языком, мелит. И сейчас еще готовим документы в суд, чтобы иметь право встречаться с Платоном. Вот так вот, как говорится, недолго музычка играла. Только мы все порадовали, что наконец-то дедушка и папа Платона договорились и нашли общий язык. А оказывается, что ненадолго. Новые суды и эта история бесконечная. Известная британская популярная певица Эли Голдинг побывала в Украине и спела «Червону колыну» на саммите Зеленского в Киеве. На рояле ей аккомпанировал солист-пианобой Дмитрий Шуров. Суперпопулярная британская певица. Единственная мировая звезда, которая не побоялась лично приехать в Киев на второй саммит первых леди и джентльменов. Кстати, я слушал это выступление. Она, конечно, очень волновалась, потому что вот так вот, знаете, экспромтом спеть на украинском языке для британки, я думаю, это очень сложно было. Но у нее получилось, это было очень классно. Спасибо ей за то, что не побоялась, приехала и поддержала. Алексей Панин, я так и не понял, кем вдохновлялся, Брэдом Питом, который не так давно вышел в свет в юбке, или все-таки Данией Милохиным, который постоянно светит своим разноцветным педикюром. Как вы знаете, он уже два года живет в Испании, и там он поддерживает права ЛГБТ и вообще много чего поддерживает. Алексей убежденный нудист и борец за права ЛГБТ. Наверное, все-таки вдохновился Данией Милохиным и сделал себе педикюр в цветах радужного флага. Об этом он сообщил в Телеграме и поделился фотографией. Ну, давайте, дамы, вы, наверное, тут больше профессионалы, оцените педикюр Алексея Панина. Ну, что я могу сказать? Если честно, ну, красивые цвета, яркие, эффектно. Я в своей жизни, кстати, никогда не делал педикюр. Но если просто подстригать ногти, это педикюр, то тогда делал. Вот так вот ногти и не красил. Надя Дорофеева анонсировала украиноязычную версию своей песни «Разноцветная». Она решила перевести свой популярный хит, написанный на русском языке. Теперь эта песня зазвучит на украинском. А вчера, кстати, исполнилось 53 года горячей красотки Дженнифер Лопес. Дженнифер Лопес и танцовщица, и актриса, и мать двоих детей, и новоиспеченная жена Бена Афлика, с которым они, кстати, сейчас отправились в свадебное путешествие. Бедный Бена Афлик так устает, что бедняга везде, где только садится, там и засыпает. Эти фотографии, конечно, облетели уже все СМИ. Но что я могу сказать? Поздравляю с днем рождения, шикарную женщину, красотку. Действительно, я не знаю, что она делает с собой, но выглядит она потрясающе, правда. Дай бог всем так выглядит. С днем рождения, Дженнифер Лопес. Такой сидит и поздравляет Дженнифер Лопес, типа она меня смотреть будет. А вдруг посмотрит, потом приятно человеку будет. Пока многие люди в шоке от вакханалии, которая происходит на могиле Юрия Шатунова, нашлись и те, кто поддерживает все это дело. Ольга Зарубина не понимает, из-за чего разгорелся весь этот скандал. По ее мнению, Юрий Шатунов был популярным артистом, поэтому поклонники так громко и скорбят. И вот ее заявление. Считаю, что песни и танцы на могиле это совершенно нормально. Разгонять людей нельзя. Нужно дать им свободу и разрешить слушать песни Юры и танцевать. Я думаю, что и сам Шатунов это бы разрешил. Он был бы доволен, видя, что не зря прожил жизнь. Что у него осталось много поклонников, которые и после его ухода о нем не забывают. Все это, конечно, замечательно, но знаете, когда дискотека происходит на кладбище, мне кажется, это немножко не в порядке. Хотя, может, это в моей голове что-то не так. Давайте помогите мне с этим разобраться, обсудим эту тему, потому что я уже сам начинаю верить в то, что это действительно нормально. Женщина Хмель Волочкова вдруг неожиданно набросилась на группу B2. Видно, сегодня было не Prosecco, а что-то покрепче. Или же так на нее действует времяпровождение с Джигурдой. И вот что она сказала лично группе B2. Группе B2 хочу пожелать, чтобы они занимались своим делом, творчеством, а не лезли в политические предрассудки. Группа B2. Валите уже из России, а ваш художник по свету, которого вы послали, будет работать у меня в новом спектакле, который я сейчас ставлю. Я возьму его к себе как патриоты и как профессионала. А вы уезжайте из России и продолжайте там заниматься своей фигней. В политику не лезьте. Коротко расскажу, в чем ситуация. Как пишут СМИ, я не знаю, насколько это правда, якобы группа B2 уволили своего художника по свету за то, что он поддерживает все то, что происходит в Украине. Они, как вы поняли, не поддерживают, и Настя Волочкова решила вставить свои ненужные комментарии. Ну, в общем, она выставила свои комментарии, я вам их рассказал, а вы комментируйте. Ну и, кстати, раз уже я говорю про Анастейшу, конечно, нужно чего-то веселенького подкинуть. Обычно мы привыкли видеть Анастейшу Волочкову со своим вечным спутником Никитой Джигурдой, с которым они постоянно вечно занимаются непотребством и не пойми чем. А на этот раз я даже удивился, к ним присоединилась Настюшка Опасность. Она же Настя Ивлеева, и вот тут я вообще не понял, каким образом Настя Ивлеева оказалась в доме у Анастейши Волочковой, что их там всех связывают. Ну вот, собственно, смотрите это трио и комментируйте. Богиня Ли, Анастасия Ли, есть Лёсь Ель, Эдам Ноделки, небо у нас в сердце, ну и в междуножных храмах наших богинь. Ребята, я же еще на крошке. Это же Горно, это Синь Ивлеева. Господи, это Горно. В сети появились сразу два трейлера фильмов DC, Shazam, Ярость Боков и Черный Адам. Релиз первого кинокомикса ожидается 16 декабря этого года, а релиз картины с Дуэйном Джонсоном 19 октября. Кстати, я когда был в кино, я как раз видел трейлер с Дуэйном Джонсоном, и мне очень даже понравилось, обязательно посмотрю. Внучку Людмилы Горченко, оказывается, очень хорошо поддерживает, не поверите кто, Прохор Шаляпин. В прошлом году единственной внучке Людмилы Горченко, Елене Королёвой и Прохору Шаляпину приписывали даже роман, однако отношения этой пары не сложились. Сейчас они близко общаются, как друзья. Сам Прохор очень поддержал девушку после того, как ее бросил возлюбленной, узнав о положительном тесте на беременность. И вот что рассказала внучка Людмилы Горченко Елена. Он меня морально сейчас поддерживает, не знаю, что бы я делала без него. Напомню, что внучка Горченко пока не знает, оставить ли ребенка, если беременность подтвердят врачи. Что касается ее экс-возлюбленного Александра, он перестал выходить на связь. Вот такая вот судьба у внучки Людмилы Горченко. А Прохор Шаляпин везде успевает, прям смотрите. Актер Михаил Ефремов по документам, которые оказались у журналистов, должен выйти на свободу 30 декабря 2027 года. Ему зачли 113 дней домашнего ареста и нахождения в СИЗО. При этом существует сразу несколько вариантов, благодаря которым Михаил Ефремов может оказаться на свободе несколько раньше. У него есть три схемы развития событий. Обжалование приговора, прошение о помиловании, условно-досрочное освобождение. Если Михаил Ефремов сделает ставку на УДО, то ему необходимо отсидеть треть срока. Ефремов может выйти на свободу в середине 2023 года. В прошение о помиловании он пока не подавал. Он не верит, что это имеет какой-то смысл. По обжалованию также пока изменений нет. Никаких подвижек при этом варианте не ожидается. Вот так вот об этом пишут журналисты. Если кому-то интересна судьба Михаила Ефремова, а мы двигаемся дальше. Дисней показал первый трейлер сериала «Я есть Грут». Он представляет собой набор короткометражек про приключения малыша Грута по вселенной. Премьера состоится уже в августе 10 числа. Так что если есть поклонники «Я есть Грут», скоро увидите. Пьера Нарцисса похоронили в Камеруне спустя месяц. Его проводили в последний путь в его родной деревне. Пьера Нарцисса похоронили спустя 30 дней. До этого бывшая жена и родственники артиста спорили, где будет покоиться его тело. Ну в общем, наконец-то это произошло. Человека похоронили. Рината Литвинова анонсировала премьеру спектакля под названием «Кактус», которая пройдет в Таллине. Премьера состоится 30 сентября. Стоимость билетов от 250 до 600 евро. У меня аж челюсть отпала 600 евро сходить в театр. Я ничего против Рината Литвиновой не имею. Я не знаю, какие доходы и заработки в Таллине. Но мне кажется, как-то дороговато. Даже 250 евро. Ого, какие цены. Оказывается, Елизавета II не так проста, как кажется. Оказывается, она может нарушать 7 законов, и ей за это вообще ничего не будет. У нее даже паспорта нет. Вот такая вот информация про Елизавету II. О каких законах идет речь, конечно, не уточняется. Но, как вы поняли, королеве можно все. В одном из последних роликов я рассказывал о том, как Татьяну Лазареву официально внесли в список иноагентов. Ну и тогда я еще не видел никаких комментариев и ответов самой Татьяны Лазаревой. Ну, собственно, они появились чуть позже. Но так как уже вчера был выходной, и я не смог этого вам показать, то показываю сейчас. В общем, реакция и ответ Татьяны Лазаревой на то, что теперь она иноагент. Слушайте и комментируйте. Дорогие друзья, вчера только я праздновала свой день рождения, принимала поздравления от очень большого количества людей. Спасибо вам всем. И только я расслабилась и думаю, Господи, слава Богу, не нужно всем отправлять ответы. Очень много было поздравляющих. Я безумно всем благодарна, как сегодня российское государство подарило мне второй праздник. Теперь меня все поздравляют с тем, что я иноагент. Что с этим делать, я не знаю. Изменилось ли у меня что-то внутри? Нет. Нет. Но теперь, конечно, я считаю, что я и раньше дружила с приличными людьми, а теперь я стала их частью. Привет-привет. Я ваш иноагент. На этом новости из мира шоу-бизнеса все. Но у нас с вами есть еще замечательная, прекрасная рубрика хороших, добрых новостей. Но перед тем, как мы к ней перейдем, я хочу еще раз всем вам напомнить, если вы вдруг еще не сделали это, то сейчас самое время поставить палец вверх, лайк, сердечко, это все одно и то же. Ну и, конечно же, подписаться на этот замечательный, прекрасный канал, который я веду для вас с огромным удовольствием. Рекомендуйте знакомым, приглашайте. Здесь у нас комфортно, тепло, по-домашнему и хорошо. Особенно выспитесь, так выспитесь. Ну и, конечно же, принимайте активное участие в комментариях под видео. Давайте пообсуждаем все темы, которые сегодня были и не только. И вообще рассказывайте, как у вас жизнь, что интересного происходит, как провели выходные. А мы теперь с вами врываемся в рубрику добра. Погнали! Пони это тоже кони, несмотря на то, что маленькие. И доказательство тому малышка Афина, которая много всего плохого испытала в своей жизни. Но именно за дурный малыш пони вернул ей вкус к жизни. Ну и к обычной еде. Ведь вместе уплетать вкусности на теплой и уютной ферме гораздо веселее. Это история о дружбе, в которой важен не только размер, а самое главное то, что как они поддерживают друг друга. Лошадка очень много настрадалась, а маленькая пони ее вытащила из депрессии и вернула к жизни. Ну и, конечно же, это все при помощи неравнодушных людей, которые активно в этом всем принимают участие. Теперь у них все в порядке. И они классные друзья. Студент спас ребенка от падения седьмого этажа. Парень увидел малыша и бросился ему на помощь. Он успел схватить мальчика, державшегося из последних сил за решетки. Родителям малыша пожелаем следить за ним лучше. А парню вот он. Собственно, можете увидеть его. Огромное спасибо. Это настоящий герой, который вот просто спас маленького ребенка. Настоящий мужик, настоящий герой. И снова у нас рубрика «Необычные посетители в общественном транспорте». На этот раз, как видите, катается ежик. Что-то в последнее время столько животных интересных ездит. В метро, в автобусах, маршрутках. Это очень весело. По крайней мере, мне это всегда поднимает настроение. А это история о том, как ветеринар помог дельфину. Юный зритель кинул в дельфина пластиковую бутылку, а он ее проглотил. Специалисту потребовалось 20 минут, чтобы спасти животное. Слава богу, что операция по спасению дельфина прошла успешно. Слава богу, что с ним все в порядке. И он снова вернулся к своей прежней нормальной жизни. А людям, которые приходят на шоу с дельфинами, хочется сказать, не надо ничего им бросать. Просто наслаждайтесь и не делайте этого. Супермен без суперспособностей объявился в Китае. Мужчина голыми руками поймал ребенка, выпавшего из здания. Девочка упала на крышу дома с балкона своей квартиры. Затем ребенок выскользнул оттуда. Но, к счастью, мужчина вовремя поймал дитя. Малышку вскоре доставили в больницу. Она получила травмы. Но ее состояние сейчас стабильное и с ней все в порядке. Ну а ее спасителю только остается пожелать оставаться таким бдительным и по сей день. И огромное ему спасибо. Вы представляете, просто поймал ребенка своими руками. Это восторг. Учительница купила всему классу кроссовки, которые предложила разукрасить на свой вкус. Женщина объяснила свой поступок тем, что ее ученики происходят из самых разных слоев общества. И у некоторых нет возможностей купить хорошую обувь. Педагог собрала деньги и купила всем по паре. А еще позволила каждому из учеников сделать свою идеальную обувь. Ребята в итоге сами покрасили белые кеды в любимые цвета. Добро делать просто. Вот такая вот учительница. Уважение ей. Этот пес чуть не лишился работы. Биту, которую он должен был поднять, взял человек. Собачка работает на поле, когда идут матчи по бейсболу. У песика две задачи. Радовать зрителей, самое главное, и приносить брошенные на поле биты. С первой задачи он справился на ура, а вот выполнить второй ему помешал игрок, который сам поднял биту. Правда, мужчина мигом исправился и передал биту псу. И собачка счастливая побежала снова выполнять свое любимое дело и радовать своих поклонников. А это видео, которое вам доказывает, что ты либо обожаешь воду, либо терпеть ее не можешь. Третьего не дано. Вот, собственно, можете посмотреть, как пока одна хвостатая братва плескается в воде, другая со странностями за ними наблюдает и думает, что вы там делаете. Этот котенок – почетный сотрудник пожарной части. В одном из поселков произошел пожар, хозяина не было дома, когда в западню попали трое котят. На место приехали пожарные, спасли животных. Одному из них досталось сильнее всего. Рыжик не подавал признаков жизни. Огнеборцы привели малыша в чувство, решили, что котик станет частью их коллектива. Его прозвали Огонек, и он живет в части и руководит всеми процессами. Он настоящий пожарный теперь. А вы когда-нибудь видели, как позирует дикий хомяк на камеру? Если нет, то вот можете посмотреть. Этот грызун – прирожденная модель. Пока фотограф снимал хомяка, тот был и рад придумать новые позы и поесть цветок на камеру. И фотографии получились суперские. Детеныш дельфина запутался в ловушке для крабов и застрял под пирсом, но его вовремя заметили люди. Местные отдыхающие видели животное, которое попало в западню и никак не могло выбраться. Тогда они позвонили специалистам, которые помогли Крохе. Они попытались отыскать его маму и выпустить дельфиненка в глубокие воды. Но тот едва смог удержаться на воде. В итоге беднягу забрали в реабилитационный центр, где он придет в себя и потом отправится на волю. На этой прекрасной позитивной ноте я буду заканчивать сегодняшний ролик. Я надеюсь, что он вам очень понравился. Я старался сделать его максимально разнообразным и интересным. Жду вашего ответа и реакции. Еще раз хочу огромное сказать спасибо всем и каждому, кто все еще приходит сюда, несмотря на свою загруженность. Кто все еще рад моим роликам, потому что вы даете мне силу, энергию, мотивацию для того, чтобы и дальше создавать, работать и ни в коем случае не опускать. Руки как бы сложно не было. А руки, поверьте, опускаются и даже у меня. Несмотря на то, что вам, может, кажется, что я тут сижу постоянно улыбаюсь на позитиве. Но поверьте, знаете, это работа. Я не могу себе позволить тут сидеть как бы и прям все свои эмоции выдавать. Иногда, конечно, вы их можете чувствовать, когда их совсем сложно сдерживать. Но иногда бывает тяжело. Ну а что делать? Потом вот заходишь, читаешь ваши комментарии, думаешь, да все классно. У меня такая поддержка, у меня такая армия поклонников. Поклонников, что я сейчас говорю? Людей, которым я важен, людей, которые приходят, даже многие, не ради того, чтобы узнать какие-то новости, а ради того, чтобы просто послушать, что у меня вообще происходит в жизни. И это очень приятно. За что вам огромное спасибо. Присоединяйтесь к нашему комьюнити. У нас здесь реально классно. Вам понравится. А всем, кто здесь, и всем, кто еще, возможно, кто-то возвращался, спасибо, что вернулись. А тем, кто не ушли, вообще самые настоящие, самые преданные люди, которые только могут быть на нашей планете. А поверьте, это большая редкость. Поэтому я вам говорю каждому отдельное спасибо за то, что вы все еще здесь. И не забывайте, если вы по каким-то уважительным причинам пропускаете предыдущие ролики, пожалуйста, смотрите их, потому что это очень-очень важно. И, конечно же, от начала до конца. С рекламами, с пальцами вверх, с подписками и с комментариями. Всем добра, всем всего самого наилучшего, мирного неба над головой. Берегите себя, сохраняйте в себе человека. Обнял вас. До скорой встречи. Пока-пока.